Химкинский противотуберкулезный диспансер появился в нашем городском округе сразу после Второй мировой войны. Тогда он был стационарным пунктом на станции, а сегодня располагается в двухэтажном здании. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом заведующая диспансерным отделением Елена Первушина провела экскурсию и подробно рассказала об этой болезни. Мы занимаемся долечиванием, а наша главная задача – это выявление и установление диагнозов. Существует масса разных случаев, когда есть какие-то такие пограничные состояния, непонятно, что это или какая-то пневмония, или, допустим, это туберкулез. Мы как раз занимаемся выявлением и дифференциальной диагностикой. За последние два года в клинике появились молодые высококвалифицированные специалисты. Есть два отделения – детское и взрослое. А существующая техника помогает определить болезнь даже на ранней стадии. Это вот наш рентгенаппарат. Это называется томограф. Значит, пациент ложится сюда, и ему вот эта часть, она ездит и делает особенные такие снимки легких. А так вообще все встают вот сюда. Это тоже известное сооружение и место. Здесь вон даже маленькая матрешечка, потому что маленькие дети, они иногда боятся, тем более, когда делаются снимки, здесь выключается свет. В связи со спецификой такой болезни, как туберкулез, попасть на прием можно даже без направления врача. Этот диспансер посещают как химчане, так и жители других городов. Мы хотим рассказать им и напомнить, не надо бояться дополнительных обследований. У нас прекрасные врачи, у нас есть свое учреждение, где каждого желающего, есть на это повод или нет, проконсультируют, смогут назначить адекватное обследование, лечение, если в этом надо. На сегодняшний день с помощью современных препаратов можно излечить туберкулез практически на любой стадии. Главное это самому следить за своим здоровьем и хотя бы раз в два года делать флюорографию, рекомендуют специалисты.